Дорогие друзья, очень приятно, такая тёплая, замечательная обстановка. Лирический блог прекрасен. Спели про Грузию. Всё-таки не грузинка вышла на сцену, но тоже Кавказ. Это черкесское имя у меня на псет. Но я так подумала и решила, что я, пожалуй, что-нибудь из сказочного спою. Моё глубокое убеждение состоит в том, что все люди, кто как-то любит животных, они делятся на кошатников и собачников. Есть у нас кошатники в зале? Поднимите ручки, мы при этом будем их действовать. Хорошо. Но я приглашаю... Здесь будет и про собачку тоже упоминаться. Поэтому я надеюсь, всем будет хорошо. Даже попугай у нас будет. В общем, призываю всех петь вместе с нами. Замечательная песня удивительного автора Александра Иванова. Хотя у нас на дворе лето, но все мы любим весну. «Мартовский кот». Жил-был мартовский кот, он любил трекот, но колбаски не брезговал чайной. Не ловил он мышей, его гнать бы в зажей, но красивый подлец чрезвычайно. С теми лежат в ваш дом собака, ей парчит из мрака. Без твой шерсти глух паршивая овца. А снега возьмешь лишь столько того, что он нам помогал, но никто не видел слез у подлеца. Он гулял и замерз, на колени заполз, к вам сидящему в кресле с газетой. В унике жмуря глаза, свирекает свой зайц, а вам кажется, вы им согреты. Молоко дает корова и тепло для крова, и супруги ради терпят старого козла. Попробуй, да и так готов помочь, хотев веселом. А у этого все личные дела. Он из кухни пришел, там мышей не нашел. Нет, мышей, зато морда в сметане. На коленях у вас щурит наглый свой глаз. А вам кажется, счастье в кармане. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok